Автомобильная дорога в скором времени должна связать район спорткомплекса «Зима-Лето», микрорайон «Белокаменный» и улицу Рогачёва. По этому отрезку запустят автобус. Здесь ходит основной автобусный маршрут номер один. Вот до этого места пока что. Значит, дальнейшая задача наша – соединить его с улицы Рогачёва и построить улицу Рогачёва с выходом в город. Но пока на сегодняшний момент автобус планируется пускать до этой точки. Здесь будет разворот автобуса, и он будет проходить по обратному маршруту. Стройка идёт по графику, говорят строители. Контракт с подрядными организациями, по словам замдиректора УКСа Юрия Бекетова, действует до конца октября. Если не помешает погода, всё обещают сделать в срок. Этот участок дороги у нас шириной 7-метровый, потому что здесь как бы улица Паужи и с одной стороны тротуар. Но улица Белокаменная у нас тоже с одной стороны тротуар, а улица Лунная у нас будет тротуар из двух сторон. Значит, ливневая канализация проложена по всей длине проезжей части. Значит, для того, чтобы как бы более сохранить дорогу по всей длине через протяжённость 50 метров стоят водоприёмные колодцы с решётками. Значит, сама ливневая канализация исполняется в лотках. Кроме собственной дороги, строители выполнят благоустройство прилегающей территории. На въездах в Белокаменную мы предусмотрели решётки водопропускные, также водоприёмные, потому что очень много воды идёт с микрорайона Белокаменной. И попадала, когда была щебёночная дорога, значит, в этих местах соприкосновения как раз. Всё это и происходило, и все ямы были, и всё. Сейчас этого уже, уже даже по последним дождям, уже этого нету у нас на дороге. Вот. Также предусмотрено на протяжении пять остановочных площадок для пассажирского транспорта, значит, с остановочными платформами. В общей сложности с подрядными организациями, строящими дорогу через Белокаменный, заключены два муниципальных контракта общей стоимостью 23 миллиона 995 тысяч рублей.